заболевание. Роспотребнадзор и Российской Федерации, Саратовской области установление утверждает, что все обязаны носить в данный момент маски. Если раньше у нас не наказывались в основном пассажиры, то сейчас у нас более строго стали следить за... Конечно, потому что складывается обстановка, все мы видим, какая заболеваемость, если, допустим, две недели назад, вы помните, было 200 там с лишним заболеваемых каждый день, сейчас уже 369, вот вчерашняя статистика, это все очень и очень отрицательно, мы считаем, поэтому усиливаем работу, ну, скажем так, по мере возможности, объясняем гражданам, что это необходимо, соблюдать все эти требования, сложившиеся ситуации. То есть только предупреждения идут, протоколы административных правонарушений? Чему, почему? Нет, составляются протоколы административных правонарушений, также они привлекаются к административной ответственности, потому что любой гражданин обязан это сделать, нет исключения водителям или пассажиров, все должны находиться в общественных местах в маске. А какова вероятность, что человек может получить предупреждение, либо уже сразу его могут, ну, не оштрафовать, а выписать предписание на штраф? Ну, я скажу, это судья решает, вот, вероятность, ну, 50 на 50 я считаю, потому что судьи, они рассматривают объективность, административные материалы, там есть, там, у них в делопроизводстве свои, значит, ужесточения или смягчения обстоятельств в делопроизводстве, поэтому наше дело, значит, выявить, выявить, да, административное правонарушение, составить протокол, направить в суд, а судья уже принесет объективное решение конкретно с гражданином, кто нарушил правонарушение. Если не первый раз, если не первый раз, если не первый раз 99% выносится штраф, штраф от 1000 до 30 тысяч рублей, согласно фодекс административных правонарушений. И сумму тоже суд определяет? Сумму судья тоже, да, суд определяет, сумму, вот, в зависимости от личности каждого правонарушения. За вот эту неделю, в которой идут рейды по пассажирам, включая, удалось ли хоть чуть-чуть переломить ситуацию, стали ли люди чаще носить маски в автобусах и маршрутках? Конечно, удалось. Я считаю, что люди стали более дисциплинированы в этом порядке. И я думаю, что мы сейчас с вами увидим сами этот эффект. Потому что наши рейды, контрольные мероприятия такие проводятся ежедневно. И если, допустим, неделю назад, когда, ну, скажем так, тоже проводили, но была ситуация намного хуже с ношением маски, то сейчас мы видим, что уже, ну, я думаю, что в 50% уже люди, вот уже до нашего, скажем так, появления, знакомства с ними в данный момент, уже они будут в масках. И такой вопрос последний по поводу того, что какие обычно оправдания вы слышите, когда люди выходят без маски, на которых составляют протокол? Как обычно, забыл маску, нет с собой маски, вот, скажем так, отсутствие маски именно в данный момент, вот на данный час, это самая такая вот... А люди оправдываются, допустим, тем, что они вакцинированы уже и имеют... Ну, есть такие, есть такие, которые говорят, что я вакцинированный, мне не надо носить маску, но это очень маленькое количество таких людей. В основном, я говорю, что, говорят, что с собой нет. Спасибо.